Космическая гонка США уже решили, кто будет хозяином Луны. Политика. Космическая Одиссея 1 июля 13.39 Космическая гонка США уже решили, кто будет хозяином Луны. Рогозин предложил открыть лунную базу, но у американцев другие планы. Виталий Корюков. Комментарии в просмотров 3796. Фото. Зюма. Совсем недавно ученые провели анализ грунта, взятого китайским луноходом Юй-Ту-2 с обратной стороны естественного спутника Земли. Результаты оказались сенсационными. В лунном грунте нашли тяжелые минералы оливийной пироксины, содержащие большое в процентном соотношении количество железа. Это стало первым за более чем полувековое исследование Луны доказательством того, что на спутнике Земли находятся гигантские запасы полезных ископаемых. Предполагается, что кроме железа ее мантия хранит еще и марганец и многие другие металлы и тяжелые элементы. Причем, за все время с момента начала изучения Луны исследовался только верхний слой ее коры. А она содержит лишь легкие минералы, не представляющие интереса. Но в данном случае Юй-Ту-2 взял пробу вблизи небольшого кратера. И, как предполагают исследователи, луноходом были взяты в качестве проб те породы, которые изначально входили в состав верхних слоев мантии Луны и были в свое время выброшены на поверхность в результате падения метеорита. А это значит, что если кора Луны насыщена лишь легкими минералами типа плагиоклазов, то ее недра могут представлять настоящую кладовую из самых разнообразных полезных ископаемых. А еще, что весьма немаловажно, там есть сотни миллионов тонн водов в виде льда, что не только во многом облегчит жизнедеятельность будущих колонистов Луны, но и позволит получать из нее воздух и даже ракетное топливо. Другими словами, на Луне есть, что осваивать и за что бороться. Не мудрено, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил не так давно разместить на Луне российскую научную базу с лабораторией. Эдуард Лимонов. Спектакль на границе между Кореями, что на самом деле значило встреча двух президентов. Тем более, что у нас есть своя отечественная программа освоения Луны, рассчитанная на период с 2021 по 2040 годы, в рамках которой также предусмотрено строительство научных астрофизических обсерваторий в полярных областях Луны в конце 2020-х – начале 2030-го годов. Есть у нас и своя транспортная система для пилотируемых полетов на орбиту Луны. Научно-технический совет Роскосмоса еще в конце ноября прошлого года провел по этой тематике крупное совещание. Интрига заключается в том, что за несколько часов до того, как Дмитрий Рогозин заявил о необходимости размещения российской научной базы на обратной стороне Луны, директор НАСА, а по совместительству американский конгрессмен Джим Брайденстайн выступил с неоднозначным заявлением. Читайте также. Запад назначил страну, которая точно прихлопнет русский северный поток. Два противники газопровода надеются найти союзников внутри ФРГ, чтобы остановить строительство трубы. Суть его заключается в том, что любое международное сотрудничество по исследованию Луны возможно только под руководством США. Вот так немного, немало. Есть только одна страна, способная создать коалицию для обеспечения возвращения космонавтов на Луну. Это США. Именно такова наша цель. В этом заключается роль США в качестве лидера и великой страны, безапелляционно заявил политик и главный американский космонавт. И добавил, что уже обсуждал этот вопрос с 20 главами национальных космических ведомств стран-участниц предстоящей коалиции на симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Вернуться на Луну американцы планируют не позднее, чем через пять лет, и на этот раз они сделают это, по словам Брайденстайна, чтобы там остаться надолго. Немаловажно, что главную свою задачу на Луне, судя по заявлению директора НАСА, американцы обозначили, как освоение лунных ресурсов. И для этого, добавил конгрессмен, необходимо взаимодействовать с коммерческими и международными партнерами. Для полета к Луне американцы планируют задействовать сверхтяжелую ракету и ракетную ступень ICPS. Но уже сейчас НАСА форсирует разработку лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты О чем еще в марте Брайденстайн сообщил вице-президенту США Майку Пенсу. У нас же для этой цели традиционно предусмотрена ракета-носитель «Союз-2.1А». И если первый свой пилотируемый полет на Луну НАСА планируют организовать к 2024 году, то в планах у Роскосмоса сделать это в 2023 году. Понятно, что существует масса форс-мажорных ситуаций, так что планы у американцев и у нас могут меняться. Вот и посмотрим, кто будет первым на Луне в этот раз. Военное обозрение НАТО решило следить за российским фрегатом.